Китай получил очередное месторождение в Таджикистане. Таджикистан остается одной из беднейших стран в регионе. Президент Туркменистана спроектировал спорткар. Рахмон в рамках своей рабочей поездки в Айнинский район Сагдийской области заложил очередной камень в фундамент строительства крупного золотодобывающего предприятия «Талкоголд», 50% акций которого принадлежит Китаю. По предварительным данным, объем производства на этом предприятии составит 1,5 тонн золота и 16 тонн сурьмы в начале 2020 года. Со сдачи в эксплуатацию этого предприятия Таджикистан по добыче и производству сурьмы может выйти на третье место в мире после Китая и России. Общие запасы промышленной и непромышленной сурьмы составляют 265 тысяч тонн и золота 50 тонн, говорится в сообщении пресс-службы. Экономисты отмечают, что Таджикистан достаточно богат полезными ископаемыми, однако более 50% всех добываемых ресурсов принадлежит иностранным компаниям, большую часть которых составляют китайские компании. Таджикистан признан самой бедной страной в регионе, говорится в недавно опубликованном Межгосударственным статистическим комитетом СНГ Мониторинг показателей цели устойчивого развития в регионе СНГ Согласно исследованиям, доля населения Таджикистана, живущего за чертой бедности, в 2016 году составила 30,3%. По данным Всемирного банка, в Таджикистане каждый пятый ребенок страдает от недоедания. Кроме того, согласно ранее опубликованному докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ФАО, в Таджикистане недостаточно питается почти треть населения, или 2,6 миллиона человек. Остальные страны Центрально-Азиатского региона не сильно отличаются от Таджикистана. По мнению профессора кафедры международных экономических отношений РУДН Инны Андроновой, страны Центральной Азии входят в группу беднейших стран мира. Ну, по крайней мере, мы можем сказать, что действительно проблемы с экономическим развитием и в Узбекистане, и в Таджикистане, они объективно есть. Средняя заработная плата и уровень доходов в этих странах, все равно они по всем классификациям существующим и по реальному положению, это действительно беднейшие страны. Не входят в группу беднейших стран. Это правда, к сожалению, к огромному нашему потолку. 19 июня президент Туркменистана Берды Мухамедов вместе с сыном депутатом Меджилиса посетил Центр автомобильного спорта, где собственноручно переоборудовал и заново на основе своих чертежей собрал спортивный внедорожник. Испытал его возможности в тестовых заездах в рамках международного авторалли Амуль-Хазар-2018. В правительственных СМИ это было освещено как один из успехов Берды Мухамедова и в целом Туркменистана. Государственные информагентства Туркменистана описывают произошедшее следующим образом. И одна из задач предстоящих соревнований – показать миру новый облик Туркменистана как страны с уникальной природой и колоссальным экономическим потенциалом, бережно хранимым и передаваемым из поколения в поколение историко-культурным и духовным наследием. Глава государства сделал несколько набросков, как можно оформить машины, чтобы они выглядели ярко, эффектно и в то же время отражали спортивный дух, энергию и традиции, присущие туркменской культуре, ее колорит. Затем в целях испытания, заново собранного на основе якобы своих чертежей автомобиля, Берды Мухамедов сел за его руль, в то время как Сердар Берды Мухамедов занял место штурмана. Напомним, что президент Туркменистана не перестает шокировать информационное поле своими выходками, странными даже среди авторитарных правителей в Центральной Азии. Редактор субтитров А.Семкин